Друзья, здравствуйте! Рада вас приветствовать на сессии, которая неожиданно посвящена регулированию искусственного интеллекта. Вижу ваши улыбки. Регулирование искусственного интеллекта давно стало одной из самых актуальных тем для обсуждения на многих форумах. У нас сегодня очень интересная компания, в которой мы эту тему пообсуждаем с разных сторон. Тема у нас будет посвящена чуть шире, чем вопросам регулирования в целом, стратегии развития искусственного интеллекта. Но по спикерам вы поймете, что мы сделаем акцент на регуляторике обязательно. Меня зовут Андрей Незнамов. Я управляющий директор в Центре человека-центричного искусственного интеллекта Сбера. И мы тоже занимаемся вопросами регулирования. Ну и, как вы видели, также помогаем с развитием этики в сфере искусственного интеллекта. Напоминаю, что утром сегодня у нас на открытии форума состоялась очередная торжественная церемония присоединения к кодексу этики новых компаний. Мы очень рады, что этическое сообщество растет. А вот помогает ли это реальному безопасному развитию технологий? Давайте сегодня со спикерами поговорим. Кто у нас сегодня будут спикеры? Это Анна Абрамова, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО. Анна будет с нами онлайн. Евгений Бурнаев, директор Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтех «Отон с нами очно». Заур Мамедьяров, ведущий эксперт Центра научно-технической инновационной информационной политики Высшей школы экономики «Онлайн». Константин Вишневский, директор Центра стратегической аналитики больших данных «Вышки» и руководитель системы интеллектуального анализа больших данных «Айфора». И Александр Тюльканов, специалист по цифровой политике и регулированию искусственного интеллекта и данных, Центр международных исследований интеллектуальной собственности «Страсбург» «Онлайн». Построим мы обсуждение следующим образом. Сначала я дам возможность выступить каждому из спикеров. У нас заготовлены презентации. Если не ошибаюсь, их даже мне нужно будет кликать. Да, коллеги? Я как модератор их пролистываю. Тогда, уважаемые коллеги, кто выступает, говорите мне следующий слайд. Я выступлю в качестве интеллектуального робота. И затем задам несколько вопросов всем спикерам, а потом дам возможность поспрашивать спикеров из зала, чтобы у нас получился интересный диалог. Коллеги, кто у нас сегодня выступает, большая просьба презентации делать максимально коротко, 5-7 минут. Все желающие пообщаться, узнать подробнее про вашу работу, могут это сделать после обсуждения. Контакты всех спикеров, в том числе тех, кто у нас онлайн, у нас есть. Проблем с этим не будет. Я предлагаю начать с выступления Анны Абрамовой. Анна, ты с нами? Да, добрый день. Прекрасно. Я хотел бы передать тебе слово, чтобы попросить рассказать твое представление о том, как сейчас строится регулирование искусственного интеллекта в мире, какие ты видишь тенденции на международной арене, с учетом работы центра МГИМО, и с учетом того, что ты сейчас видишь в Совете по искусственному интеллекту Организации Объединенных Наций. Прошу. Спасибо большое. Просьба, пожалуйста, вывести презентацию на экран. Спасибо большое за предоставленную возможность, спасибо за приглашение. Я бы, наверное, хотела поделиться тем, как сегодня выстраивается международное регулирование в этой сфере, и то, какие инициативы предлагает и выдвигает на сегодняшний день Организации Объединенных Наций, как универсальная площадка, которая дает возможность отстаивать свои предложения и интересы всем странам мира, потому что на сегодняшний день ситуация складывается следующая. Само регулирование, по большому счету, напоминает лоскутное одеяло. То есть мы видели инициативу конца прошлого года. Это и хиросимский процесс, руководящий принципы для организации разрабатывающих передовые системы искусственного интеллекта, которые были предложены группой семьи. Но это очень ограниченный клуб. Был проведен саммит по безопасности искусственного интеллекта в Блэчли. Но это тоже была история, которая была представлена порядка 30 странами. И это далеко не вся полная представленность заинтересованных игроков в этой сфере, у кого есть заинтересованности как разработчиков и как активных использователей. ООН на сегодняшний день – это площадка, которая активно включилась в эту работу. И я бы, наверное, поскольку Андрей просил быть достаточно лаконичными, то сделал бы следующие акценты. Та работа, которая была проведена в ЮНЕСКО в 2021 году, она была на следующий слайд. Да-да, я перелистнул. Ага, спасибо. Это ноябрь 2021 года, что приятно отметить. Кодекс этики российский был принят в октябре 2021 года, но тем не менее. То есть ЮНЕСКО вышло к международному сообществу с рекомендацией по этике в сфере интеллекта. Это был такой первый универсальный шаг. Попытались найти общую основу на базе этики, как подходить к кремлеванию искусственного интеллекта. Документ был подписан 193 странами-членами ООН, где выделены принципы. И последующая работа на основе этого документа строится по пути подготовки методических документов, которые позволят оценить масштаб этичности искусственного интеллекта в разных странах, проводить сопоставительный анализ. Но понятно, что такого подхода явно недостаточно с разных углов света, скажем так, из севера и с юга. Звучит тезис о том, что нужно подходить более детально к регулированию, искать новые пути того, как выстроить этот консенсус, поскольку искусственный интеллект таит в себе как большие возможности, так и большие риски. Следующий слайд, пожалуйста. И такой важной векой, по всей видимости, станет саммит будущего, который будет проходить в сентябре этого года в Нью-Йорке. В преддверии этого саммита офис генерального секретаря проводит очень активную работу по подготовке глобального цифрового договора. Нулевой драфт этого текста был представлен 5 апреля. 1 апреля и 5 апреля состоялись уже первые публичные слушания, когда страны высказали свои позиции по тому тексту, который был представлен. И плюс, также была создана в октябре 2023 года группа, получившая название «Консультативный орган высокого уровня при Генеральном секретаре объединенных наций». Задача этой группы, вот кратко такой таймлайн того, что мы должны сделать, я вывела на слайд. Задача группы, которая состоит из 39 экспертов, собранных со всех регионов мира. Группа достаточно сбалансированная в части экспертизы междисциплинарной, полувозрастной также, представить предложение по тому, как должно выстраиваться глобальное регулирование. Из того, что было уже сделано, это промежуточный доклад группы, который был выпущен в декабре прошлого года, 23-го, были представлены основные принципы и основные функции, которые могут быть возложены на регулирующие институты. Здесь я должна сделать оговорку, потому что, когда группа создавалась, акцент ставился на том, что это должна быть единая международная организация. Потом постепенно в процессе обсуждения и внутри нашей группы, и из уст генерального секретаря стали звучать инициативы о том, что это должна быть группа институтов, определенный нетворк. То есть на сегодняшний день дискуссия открытая, активно проводятся консультации. И задача найти вот тот оптимальный баланс, который будет помогать всем в решении этой задачи, поскольку решать ее надо быстро, а вызовы стоят достаточно серьезные. И в интересах человечества, естественно, найти тот оптимальный баланс и в части гражданского использования искусственного интеллекта и военного. Андрей, можно следующий слайд? В рамках промежуточного отчета, соответственно, мы рассмотрели те международные организации, которые существуют на сегодняшний день и которые в той или иной степени занимаются регулированием и в том числе регулированием технологий. Основные из них, которые мы обсуждали, подверглись нашей активной дискуссии, я вывела на слайд. Как вы видите, палитра достаточно большая, из кого выбирать те функциональные элементы, которые могут построить вот эти долгосрочные стратегии в части искусственного интеллекта. Не буду входить в детали, структура отчета перед вами. Центр искусственного интеллекта перевел отчет на русский язык, он доступен у нас в телеграм-канале, поэтому будем рады любым комментариям, пожеланиям, обсуждениям. Благодарны Альянсу искусственного интеллекта за высказанные комментарии и предложения. И также готовы обсуждать его дальше. Можно следующий слайд. Здесь я кратко представила, что происходит на уровне глобального цифрового договора. Сам документ, собственно говоря, работа по нему была инициирован генеральным секретарем ООН. Он должен быть юридически не обязывающим, то есть очень компромиссный документ. Плюс к обсуждению приглашены и государственные акторы, и негосударственные. Вот это тоже такой важный акцент. И, Андрей, можно следующий слайд. Те положения, которые вынесены вот в этом нулевом драфте, который предложен, для обсуждения в части, касающейся именно искусственного интеллекта. То есть предложено создание двух институтов. Это научно-дискуссионная платформа, задачи, которые предложено рассматривать в части рисков, естественно, решение проблематики, которая в этой части возникает, работа над методологией по оценке искусственного интеллекта, в том числе с опорой на то, что уже сделано в ЮНЕСКО, и поддерживать международные исследования. В тексте глобального цифрового договора предложено, что должны будут быть полугодовые доклады и ежегодные конференции, где будет обсуждаться данная проблематика. Второй институт, который предложен, это институт, по сути дела, фонд, ориентированный на то, чтобы финансировать развитие искусственного интеллекта в развивающихся странах и решать вот эту ту проблему цифрового неравенства, которая благодаря искусственному интеллекту на сегодняшний день не решается, а, видимо, только усугубляется. Следующий слайд. Спасибо. Соответственно, полный перевод прежуточного отчета, который есть на сегодняшний день, у нас есть в телеграм-канале. Будем рады обсуждению в различных форматах. Наверное, здесь я тогда бы просто завершила и готова ответить на вопросы. Анна, спасибо большое. Спасибо вам, Дмитрий. Я хотел бы уточняющий вопрос задать со своей стороны. Мы потом с залом отдельно пообщаемся. Насколько, ну так, по личной, конечно, оценке, велика вероятность, что на уровне ООН удастся создать правила, которые будут универсально применимы всеми государствами, будут иметь национальный характер? Ну, опыт рекомендации ЮНЕСКО показывает, что это возможно. Дальше уже возникает вопрос того, какой уровень консенсуса и какие именно правила, насколько они будут обязывающие для стран-членов, какая палитра, что называется, будет предложена. Потому что то, что удалось согласовать на уровне ЮНЕСКО показывает, что, да, можно найти определенный консенсус по достаточно болезненной проблеме. Но дальше вопрос открытый, что называется, как он будет поставлен, что будет взято во главу угла при выработке правил регулирования. Я бы вот, наверное, так ответила. Хорошо. То есть ООН – это история про поиск консенсуса всегда. И те последние инициативы, документы, которые выходили в течение этого месяца, они показывают, что, да, консенсус ищется, да, действительно предлагаются определенные инициативы, и страны пытаются найти для себя какой-то оптимальный вариант. Спасибо, Анна. Ну, давайте тогда попробуем сейчас поговорить про тренды развития технологий, потому что регулирование и попытка управления искусственным интеллектом – это один стрим. А как он вообще развивается? Потому что это может понять нам, как управлять искусственным интеллектом. Это другой стрим. Здесь я бы хотел передать слово Евгению Бурнаеву, одному из самых известных, наверное, российских дата-сайентистов, разработчиков искусственного интеллекта. Мне кажется, прямо с первых рук мы услышим позицию. Давай я передам прямо кликер. Спасибо. Да, коллеги, спасибо, что пригласили. Давайте я сейчас немного расскажу про тренды. Вот, со своей, так сказать, колокольни. Я представляю здесь две научные организации. Это Скалтех и Центр прикладного искусственного интеллекта, который был поддержан в рамках ФЦП искусственный интеллект, и исследователь институт Эйри. Значит, если говорить про развитие искусственного интеллекта, ну, за прошедшие там примерно лет 15 есть определенные вехи, когда действительно возникали такие, как бы черные лебеди, когда стало понятным, что развитие искусственного интеллекта прямо появляется новое завихрение и образуется какая-то технология, которая действительно дальше движет и будет появляться новое приложение с новым качеством. Ну, все началось в 2012 году, когда появились глубокие нейросети, AlphaGo, Attention, который потом лег в основу трансформеров, и появилась технология чат КПТ. Это действительно технология, которая в последний год и в ближайшее время позволит решать на новом уровне новые задачи. Какие основные характерные отличия этой технологии от существующих подходов? Ну, во-первых, всегда обычно считается, что модели машинного обучения, они должны хорошо прогнозировать. Но оказывается, что вот эта модель, которая в основе чат КПТ, на основе механизма внимания, она может очень огромный просто объем информации запоминать, и при этом она может вообще, говоря, эту информацию обобщать. Это очень важно. То есть внутри нее начинают храниться факты. Конечно, есть определенные проблемы, некоторые факты искажаются, но окей, с этим начинают уметь бороться. Во-вторых, эта технология, модель, она может взаимодействовать с людьми. То есть вы можете дать свое мнение, удовлетворяет ли у вас ответ этой модели на ваш вопрос, и ваш фидбэк можно учесть и модель подстроить. Ну и, наконец, действительно, на основе этой технологии можно строить какие-то новые персональные, новых персональных помощников, которые позволяют повышать качество и скорость вашей работы. На самом деле, вот здесь на слайде сейчас приведен некоторый пример, это речь идет о Копилоте. В соответствии с теми замерами, которые делались, было показано, что код, он примерно такого же качества, но при этом можно, грубо говоря, сделать больше примерно за то же самое время. И возникает вопрос, ну, действительно, технология изменит мир? И ответ, что эксперты считают, и я в том числе, что да. Примерно то же самое, как было с интернетом, но на самом деле интернет в старые времена представлял из себя что-то типа такой страницы со ссылками. Многие думали о том, что интернет, он, так сказать, убьет библиотеки, но не более. Но, как мы понимаем, что все пришло к немного другому. Сейчас интернет лежит в основе очень многих приложений, очень многих технологий. Если посмотреть на компании, которые были в такие топовые компании международные, в смысле своих финансов, то за последнее время в этот топ как раз вошли именно те компании, которые связаны с IT и с искусственным интеллектом. Это совершенно неудивительно. Что уже на данный момент искусственный интеллект может, и какие следующие шаги к его развитию? Действительно ли мы приходим к так называемому общему искусственному интеллекту? Ну, действительно, если говорить о типах данных, с которыми мы уже можем хорошо работать, с текстами мы уже можем хорошо работать, с изображениями, распознаванием и так далее тоже, с видео, ну, скажем так, очень так себе. А есть уже определенная возможность так, чтобы искусственный интеллект взаимодействовал с людьми, в том смысле, что вы даете какой-то отзыв о работе, и это можно учесть. А вот все, что касается то, что перечислено на правой стороне слайда, это действительно какое-то осознание окружающего мира, это слух, какие-то чувства и так далее, это совершенно еще не развито. И, конечно, комбинирование вот этих вещей, оно тоже еще фактически достойным не сделано. Поэтому совершенно неудивительно, что в ближайшее время тренды, связанные с развитием этих технологий, во-первых, это мультимодальность, то есть это обработка разнородных типов данных, потому что нам хочется приблизиться к тому, что система искусственного интеллекта может одновременно и понимать речь, понимать какие-то визуальные изображения, потенциально связанные с этой речью, преобразовывать в одно другое и так далее. И одновременно, может быть, делать какие-то действия, которые от нее голосом, так сказать, требуют. Это, естественно, многозадачность, потому что люди, вообще говоря, многозадачные, казалось бы очень естественным, чтобы одна и та же архитектура, одна и та же модель делала набор задач одновременно. Ну, если говорить, например, про обработку изображений, это и детекция объектов, и какое-то прогнозирование, что эти объекты по видео будут дальше, скорее всего, делать и так далее. То есть одновременно одна и та же вещь может про мир вокруг нас сказать, дать ответы на много разных вопросов. Ну и на самом деле такое есть общее мнение, и оно, в принципе, согласуется с какой-то реальностью вокруг нас, это о том, что если мы хотим сделать более универсальные системы, то они должны быть мультиагентными, потому что, ну, если очень какая-то сложная ситуация, сложное приложение, то надо это приложение декомпозировать, где каждый отдельный агент, одна большая какая-то языковая или генеративная модель отвечает за какую-то конкретную задачу, и дальше они обмениваются результатами своей работы для того, чтобы уже решить какую-то общую большую задачу. Естественно, для этого происходит там большое сейчас развитие различных фундаментальных технологий, связанных там с тем, как память у таких агентов должна быть встроена, каким образом они должны все время обучаться, каким образом снизить то требование на количество данных, которое для этого обучения надо, чтобы все время не нанимать там людей, которые будут эти данные размечать. И вот эта вот та гонка, которая сейчас началась, и в разных странах она в разной степени интенсивности, к счастью, в Россию сейчас есть внимание, государство обращено в том числе и крупных корпораций на вот эти технологии, и я искренне надеюсь, что это будет развиваться. Но тут важно следующее, что иногда звучат голоса о некоторых ограничениях, и вот лично меня как разработчика это несколько волнует, потому что я сразу вспоминаю, что, например, интернет, он вообще говоря изначально появился как военная технология. Если бы интернет так и остался военной технологией, то мы бы сейчас здесь, очевидно, не сидели. Но благодаря тому, что регулирование интернета, оно, в общем, разумным образом стало осуществляться, и он вышел в такой общепользовательский сегмент, то он стал таким, каким мы и увидим. Но, в общем, то же самое, искренне надеюсь, будет и с искусственным интеллектом, потому что те технологии, которые должны позволить сделать очень много разных важных задач. И в этом смысле мы пока, конечно, еще очень далеко от общего искусственного интеллекта, но вот эти мультиагентные системы, они уже сейчас возникают в приложениях вокруг нас. Даже вот мы, например, там для «Газпромнефти» делали проект по адаптации моделей месторождения, и мы делали это именно в рамках мультиагентной системы, потому что это очень сложная задача. И оказывается, что этот подход достаточно универсальный, его можно потом, этим мы сейчас занимаемся, переделывать и для автопроектирования, и для других каких-то задач. То есть, в принципе, движение к общему искусственному интеллекту есть, но, как говорится, за него еще далеко. Вот. На этом я свой доклад заканчиваю. Соответственно, вопросы. Спасибо большое. Я бы хотел уточняющий вопрос. Он связан с тем, что мы говорим в контексте регулирования. Я думаю, что по трендам развития технологий мы еще чуть позже поговорим. Разработчики готовы участвовать? Это же разработчик, участвовать в разработке регулирования. Как, ну так, в целом они относятся к тому, что вот сейчас различного рода предложения регулирования искусственного интеллекта высказываются? Вот так, по твоему ощущению. Ну, тут, понимаете, ситуация же какая. С одной стороны, на это время не очень, я вам честно скажу, не очень хочется тратить. Ну, потому что есть вот та вещь, которой я действительно должен заниматься, хочу заниматься и так далее. Но я понимаю, что если моего голоса в этом процессе не будет, этот процесс может зайти туда, куда не стоит. Вот. И в итоге могут быть там ряд запретов и еще чего-то не совсем адекватного, что просто не позволит мне даже банально свою работу делать. Или это будет очень затруднительно. Как в смысле и научных исследований, так и в смысле там каких-то приложений. Поэтому в моем понимании это вещь, которая, ну, некая вынужденная вещь, в которой, ну, просто необходимо, чтобы разработчики присутствовали и имели свой вес. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, вот сейчас я хотел бы передать слово Зауру Мамедьярову, как раз поговорить. Можно мне кликер? Женя, передай, пожалуйста. Спасибо. Заур, вы с нами? Да, да, я здесь. Добрый день. Ваш доклад посвящен механизмам регулирования искусственного интеллекта. С учетом, в том числе, что вы сейчас услышали от Анны и Евгения, может быть, вы захотите что-то скорректировать в выступлении или, наоборот, сказать, что все идет так, как они в том числе сейчас описали. Прошу ваше слово. Да, спасибо. Спасибо коллегам за интересное выступление. Спасибо организаторам, что пригласили на конференцию. Ну, и я в продолжении, наверное, коллег буду говорить. Остановлюсь на таких ключевых событиях. Конечно, ИИ – это такая история, которая развивалась, в общем-то, довольно давно, хотя хайп появился в последние 2-3 года, связанный с ОПНР, ГПТ-шками и так далее. Но если говорить про вот этот букет законов регулирования, он пышно расцвел где-то, наверное, последний год-два, когда были приняты три основных документа в мире. Это в Евросоюзе закона по искусственному интеллекте, AI Act, в США указ президента о безопасном, надежном и заслуживающем доверии в искусственном интеллекте. И в Китае также был внедрен соответствующий документ партии «Временные меры по управлению генеративными системами ИИ». Он конкретно про генеративку сделан. Пока они планируют делать более широкий, рамочный документ. Сейчас уже где-то 150-160 стран имеют подобные документы, плюс-минус, которые регулируют ИИ. Если говорить 10 лет назад, в таких странах было два десятка. Хотя, в принципе, первые разговоры о регулировании пошли еще в 60-70-е годы, когда никакого ИИ в современном смысле еще не было. Что здесь интересно? Ну, в первую очередь, наверное, стоит смотреть на Евросоюз. Почему? Евросоюз, в принципе, во всех высоких технологиях, будь то автомобильная, новая мобильность, умные города, фармацевтика, биотех, он стремится застолбить за собой именно статус регуляторного лидера. Они максимально подробно прорабатывают все, они сегментируют рынки, сегментируют технологии, очень подробно расписывают, к каким сегментам выйдет какое регулирование относиться. В принципе, делают это очень быстро, очень подробно. У них бюрократический аппарат выстроен, за ним очень большая мощь, много сотрудников, много институтов. У них нет никаких, в принципе, сложностей, чтобы создать там еще специальный какой-нибудь регулирующий комитет внутри уже существующего комитета. И вот если брать их закон об AI Act, который, в принципе, они начали о нем говорить еще в 17-18 годах, ну, просто были такие первые пропоузал, они его прописывали во время пандемии, то в 23-м году они, в общем-то, наконец-то выкатили полноценную версию, что там есть, да, то есть они разделили системы ИИ на четыре типа. Конкретные расписали правила, что к какому типу относится. Ну, там первый тип – это вообще полностью запрещенные, всякие вредоносные практики. В них там входят, ну, там всякие темы, например, использование для составления социального рейтинга. То, что в Китае многие слышали, есть. Вот, например, у ЕС это попало в запрещенную практику. У них там вопрос этики, там, традиционно очень большой. Биометрия, всевозможные, там, узкие группы населения, чувствительные, там, люди с ограниченными возможностями, заплеваниями и так далее, то есть чтобы они, их персональные данные, ни в коей мере, там, не обрабатывались никакими системами ИИ. То есть это все тоже в рамках запрещенных систем. Значит, вторая у них сегментация, значит, сегменты – это высокорисковые сегменты ИИ, и, в общем-то, на них акцент. Ну, здесь вот вся генеративка, все, что создает видео, тексты, картинки и так далее. Есть также у них система ограниченного риска и система минимального риска. И большинство вот этих регуляторных мер, ну, надо понять, что они вводят их поэтапно, поэтапно, то есть всегда можно будет что-то еще добавить, но вот такая структура прописана, в рамках нее они будут двигаться, то есть скелет уже определенный задан. И что самое главное, нужно регистрировать продукты разработчикам свои, нужно проходить комиссию, доказывать, в какой ты сегмент попадаешь. Если ты что-то поставляешь за пределы Евросоюза, тоже нужно, соответственно, проводить специальное соответствие, грубо говоря, сертификацию, то, что поставляется внутрь Евросоюза, тоже должно проводить специальную комиссию по риск-менеджменту. Будет создан специальный AI-офис, управление по искусственному интеллекту, будет отслеживать все новые модели и продолжение существующих и новых, которые выходят на рынки в корпорациях, как внутри ЕС, так и вне, на их применимость. То есть специальное будет подразделение внутри этого управления, которое будет классифицировать все эти новые модели по вот этим четырем сегментам. А если необходимо, будут ранжировать их уже внутри этих сегментов. Ну, например, внутри сегмента вот этой средней, среднего риска, будут сегментировать от самого рискового до менее рискового. И далее будут, соответственно, применять меры. Ну, меры какие? В основном традиционно штрафы, ограничения до 7% с оборота компании, если она там не зарегистрировала, либо у нее, например, решение попало не туда. Ну, вначале там не сразу 7%, вначале идет там несколько миллионов евро, потом будет 3% оборота, потом полтора, потом 3, потом 7% оборота. То есть примерно такой порядок. Для крупных корпораций абсолютно нежелательная история, учитывая, многие слышали про эти многомиллиардные штрафы для Google, которые были про персональные данные. Поэтому, конечно, все это будет учитываться крупнейшими корпорациями. И по факту вот таким образом, через инструмент регулирования решений крупных транснациональных корпораций, данное регулирование ЕС так или иначе становится основой для всех остальных стран, которые в той или иной форме будут его копировать. И это мы сейчас уже видим. В принципе, в США внедрено примерно то же самое, просто не так подробно уже. Ключевой момент, наверное, здесь я долго говорить не буду, восстановлюсь просто на ключевом моменте. Он продолжается, он много лет обсуждается. Это соотношение риска ограничить технологию и риска получить нежелательные результаты от технологий. То есть, соответственно, регулирование, с одной стороны, должно вроде обезопасить, с другой стороны, понятно, не должно сдержать инфляционную деятельность этих компаний. Ну, для этого регуляторные песочницы в Евросоюзе собираются организовать многочисленные, в которых будут тестировать новые решения по сегментам, которые я говорил, на их безопасность, на их решения, то есть через пилот. То есть, по факту, мы придем, скорее всего, к такой ситуации, когда новое любое решение, которое выкатывает, как крупная или мелкая корпорация, будет проходить пилотирование. Пилотирование будет, скорее всего, на базе государственных компаний. Это я так фантазирую. Потому что, ну, по факту, понятно, что у государства просто не будет таких вычислительных мощностей, просто чтобы это все отсматривать технически. И, ну, наверное, это, так если инновационно оценивать, может сдержать количество новых стартапов внутри ИИ в ближайшие 5-10 лет по мере даже того регулирования, которое сейчас уже внедрено, не говоря уже о его возможном усилении. Ну, а крупные корпорации, наверное, в рамках своих экосистем получат определенные регуляторные фаст-треки, как это делают в ПАРМе сейчас для крупных корпораций в Америке и Европе. И будут, в принципе, в своих их системах что-то пилотировать, тестировать. Поэтому, скорее, наверное, то, что я вижу сейчас, это регулирование не столько сдержит инновации, сколько будет стимулировать монополию на данные, монополию на их обработку. Вот, наверное, такой вывод. Про США, Китай не буду говорить. Золото, прошу прощения, у нас уже время немножко поджимает. Да, 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 да. Если есть вопросы, можно дополнительно обсудить. Да, мы еще вернемся. Спасибо большое. У нас Александр Сюльканов как раз тоже будет подробно рассказывать про ИИЭК. Но перед этим хотел бы передать слово Константину Вишневскому. Рассказать сейчас... Ну, как раз у нас следующая презентация. Коллеги, уйдите, пожалуйста, презентацию Константину. Рассказать коротко, да, напоминаю, про... Назад чуть-чуть. Про... Да, отлично. Про искусственный интеллект в целом в повестке России и мире мы в виде так говорим про регулирование, поднимаемся выше. Сейчас снова поговорили про регулирование, снова поднимаемся выше. Прошу вас, ваше слово. Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. На самом деле в своем таком коротком выступлении хотел бы немножко скомбинировать то, что думает о развитии искусственного интеллекта. Интеллект естественный и искусственный. Потому что, с одной стороны, мы, скажем так, натравили на сферу искусственного интеллекта систему интеллектуального анализа больших данных Айфора. Это разработка высшей школы экономики, которая позволяет, собственно, анализировать большие объемы информации. И вот как показывает картирование ландшафта искусственного интеллекта, тематика искусственного интеллекта крайне многообразна и включает в себя порядка двух тысяч направлений. То есть здесь и такие очевидные вещи, как выработка естественного языка, компьютерное зрение, модные вещи типа генеративного искусственного интеллекта. Но важно здесь отметить, в принципе, что мы таким образом также посмотрели вообще вклад России вот в эту глобальную повестку исследований в области искусственного интеллекта. И любопытно отметить, что, в принципе, Россия вот входит примерно в топ-20 стран, которые занимаются этой повесткой. Еще один такой любопытный факт, что если мы, например, смотрим на научные публикации, выступления на конференциях А со звездой, патенты, то мы, в принципе, вот ровно в те же топ-20 входим по этим же самым метрикам. При этом, если сравнивать вообще нашу повестку с тем, значит, на чем ориентируются в Штатах, Китае, ну, ряд сюжетов уже, в принципе, заор подсветил. Наверное, остановлюсь на каких-то новых. То есть, во-первых, если посмотреть на повестку документов в Штатах, то здесь вот четко наблюдается такая интенция на сохранение глобального лидерства через продвижение технологий, прежде всего, в потребительский сегмент. То есть, некий такой акцент на B2C. Если мы посмотрим Китай, то здесь вот просто мощнейшим образом виднеют прям такие огромные массивы данных, то, как надо ими управлять и каким образом извлекать из них цены, в том числе для отраслевых приложений искусственного интеллекта. Если мы посмотрим на Россию, то здесь тоже определенный вектор заметен. То есть, по сути, это формирование каких-то собственных научных заделов, научных школ, попытка продвижения собственных решений на базе искусственного интеллекта, в том числе в дружественные страны. И здесь тоже, в принципе, четко вот этот трек, связанный с новым нас проектом по экономике данных, наблюдается. Ну, вместе с тем тоже специфика, наверное, в последнее время больше сдвигается в сторону именно промышленного развития, то есть B2B. При этом мы также дополнили эту аналитику тем, что запустили мониторинг развития искусственного интеллекта и опрашивали потребителей, то есть те, кто уже использует искусственный интеллект на предприятиях, в различных отраслях экономики. Всего мы опросили порядка двух с половиной тысяч организаций. Это 15 отраслей, 36 субъектов и 8 федеральных округов. Несколько таких любопытных фактов. То есть пока еще все-таки наши компании, ну, немножко с таким, с некой настороженностью относятся к искусственному интеллекту, то да, есть какие-то там пилотные внедрения, но в основном это скорее можно отнести к такому экспериментальному внедрению. То есть где-то посмотрели, локально пощупали, попытались оценить экономические эффекты. То есть где-то только треть из тех, кто пользуется искусственным интеллектом среди организаций, говорит, что да, мы внедряем там в нескольких бизнес-процессах достаточно широко, там понимаем что, зачем и так далее. При этом, надо сказать, что пока еще искусственный интеллект все-таки немножко недооценен как инструмент трансформации бизнес-процессов. То есть в основном он акцентируется на маркетинговой истории, то есть улучшение качества существующей продукции, улучшение взаимодействия с клиентами через различных чат-ботов и так далее. Но вместе с тем, если смотреть динамику год к году, то постепенно нарастает именно внедрение в промышленный сектор, в том числе в части автоматизации производственных процессов, в части повышения производительности труда. Но опять же здесь значимую роль тоже играет и повышение полезности для потребителей. При этом большинство организаций говорят, что да, в принципе, мы, наверное, могли бы внедрять более активный искусственный интеллект, но этому мешает целый пласт таких вызовов и ограничений. Один из таких ключевых треков – это, конечно, нехватка кадров. То есть, условно, даже для того, чтобы внедрять искусственный интеллект, понятно, что там требуются в том числе люди, которые понимают какие-то процессы, как это можно сопровождать и так далее. А в качестве такого же интернетского набора, ну, желательно, чтобы были, условно говоря, программисты разного рода, которые в состоянии какие-то системы поддерживать. Еще один момент, на который указывают практически все, что экономические эффекты пока крайне тяжело оценить и как-то даже доказать своему собственному руководству, что вот надо внедрить вот это решение на базе искусственного интеллекта, и там через два года это приведет к какой-то отдаче, зачастую бывает проблематично. Все это приводит к другому любопытному факту, что подавляющее большинство организаций, порядка 60%, заявили о том, что у них есть некоторый бюджет на цифровые технологии, но на искусственный интеллект внутри они тратят только порядка 1% этого бюджета. Безусловно, что здесь, наверное, один из таких ключевых треков заключается в том, что, собственно, что считать искусственным интеллектом, что к нему относить, но факт достаточно любопытный. То есть люди понимают, что есть искусственный интеллект, видят, что определенный такой хайп, но пока еще большинство организаций с некоторой осторожностью входит в эту и гонку. При этом, значит, ключевой вопрос, собственно, а какова роль господдержки? По большому счету целый ряд организаций уже начали пользоваться господдержкой, здесь, к сожалению, почему-то не видно, но раскладка примерно такая, что где-то порядка 2-3% организаций уже воспользуются мерами господдержки для внедрения и использования продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, и порядка 10-12% с точки зрения разработки. То есть разработчики активнее идут за господдержкой, и если посмотреть на данные относительно того, что насколько активно организации готовы пользоваться этим в этом году, в следующем, то, в принципе, эта доля значительно превышает количество организаций, которые пользуются ей сейчас. Но на вопрос, собственно, от чего вы не идете за господдержкой, большинство говорят о том, что большая сложность администрирования, то есть не всегда комфортно условно встраиваться в существующие истории, потому что не всегда понятно, не всегда устраивают сроки и так далее. Вместе с тем, есть ряд факторов, которые говорят о том, что спрос на вот такую господдержку может возрасти. То есть это и реализация различных инициатив технологического развития, начиная от концепции технологического развития, актуализированные стратегии развития искусственного интеллекта, национальном проекте по экономике данных, который запускается в высокотехнологичном направлении, проекта технологического суверенитета. В принципе, палитра мер, она на самом деле здесь очень широкая. Я уже не говорю про то, что есть, например, такие истории, как льготные кредиты на реализацию проектов по цифровой трансформации на основе российских решений. То есть даже в промышленном секторе тоже есть палитра инструментов. И там организации говорят, что да, в принципе, готовы в это идти, но, соответственно, если будет как-то понятнее и прозрачнее, вот это администрирование мер господдержки. На этом я хотел бы сказать спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Большое спасибо, Константин. Мы еще, наверное, вернемся обязательно с вопросами. Далее хотел бы передать слово Александру Тульканову. Он на связи с нами из Страсбурга. И я хотел бы тоже попросить сделать акцент на той теме, которая уже ранее затрагивалась. AI Act, его влияние, может быть, на другие страны мира. Мы еще тоже отдельно про это поговорим. Поговорим. Но, Александр, сейчас вам слово рассказать, может быть, еще про регламент по ЕС в сфере искусственного интерьера более подробно, потому что документ огромный, большой. Мы все с вами помним, как по GDPR появлялись целые специалисты, которые только на этом документе фокусировались. Уверен, что с регламентом по ЕС будет так же. Поэтому предлагаем детали послушать. Александр, на связи с нами? Привет. Да, Андрей, привет. Спасибо большое за introduction. Спасибо, что поставил слайд. Я хотел бы коротко обратить внимание на QR-код. Провожу небольшой опрос по как раз и этике, и потом желающие могут его пройти, просканировав его сейчас. А я пока начну свой рассказ, собственно говоря, про то, что было заявлено тема, регламенты Европейского Союза по искусственному интеллекту. Это уже не проект. Это уже регламент, который был проголосован в Европарламенте 13 марта. То есть документ из стадии проекта плавно уже перемещается в стадию почти принятого. Есть специальная процедура, по которой он также еще получит небольшие юридико-технические поправки, после чего будет опубликован. Но все это ожидаем в ближайшие, так сказать, уже там недели. И о чем здесь идет речь. Можно следующий слайд поставить. У нас в мире, если так посмотреть глобально, есть четыре подхода к регулированию применения ИИ. Есть подход, связанный с саморегулированием, в том числе на основе рекомендаций, которые дали в свое время ЮНЕСКО, ОСР. В некоторых странах предпочитают тематическое и секторальное регулирование. В частности, в некоторых штатах США, в отдельных, допустим, или даже в городах, как в Нью-Йорк-сити, город Нью-Йорк принял для себя муниципальный закон по регулированию, направленному на предотвращение дискриминации при приеме на работу и при использовании систем и для оценки кандидатов и сотрудников. Третий подход – это когда есть проект или закон, который детализируется под законными актами. Это то, что в Канаде было предложено, пока не продвинулось, но идея в этом состоит. То есть некие общие рамки на уровне закона, потом под законными актами правительство детализирует. И четвертый подход, который избрал Европейский Союз – это детальный закон, который применим в данном случае ко всем территориям, которые находятся под юрисдикцией, где все детально процедуры и требования расписаны. Можно следующий слайд? Пожалуйста. Что важно здесь, на что здесь важно обратить внимание? Во-первых, большое заблуждение, что регламент ЕС очень сильно как-то зарегулирует индустрию, опровергается тем, что вообще он не регулирует большинство ее систем. Это несколько необычно может звучать, но это так, потому что большинство систем, которые на рынке существуют, они не связаны с теми факторами, которые я и дальше расскажу, которые приводят к тому, что система подпадает под регулирование. На самом деле, если так посмотреть, широко взять, и вы можете увидеть немножко справа на схеме, как выглядит картина с тем, что регулируется инскоп, и что не регулируется out of scope, мы здесь сразу увидим, что, допустим, системы, которые предназначены чисто для научных исследователей и опытно-конструкторских работ, если только задача в этом состоит, то такие системы, в принципе, сразу не регулируются. Понятно, что не регулируются системы, которые применяются для личного сугубо и семейного использования. А также, что интересно, системы общего назначения, которые выходят на рынок под free open source license, то есть на лицензии, которая предоставляется безвозмездно. То есть если все детали раскрываются, то, в принципе, в этом случае такие системы общего назначения, они также не подлежат какому-либо строгому регулированию. Значит, в то же время есть ряд моментов, по которым Евросоюз, в частности, решил все-таки зарегулировать некоторые классы систем. И, прежде всего, это системы, которые с политико-правовой точки зрения могут заслуживать гласности, когда мы считаем, что нужно делать гласный факт применения этой системы в какой-то ситуации, как в случае, например, с дипфейками, или в случае с робозвонками, когда вам звонят, и вы не понимаете, кто вам звонит человек или робот, например, или когда вы подвергаетесь биометрической категоризации. И еще ряд других случаев, когда с этической точки зрения кажется логичным предупреждать людей об этих фактах. В этом случае устанавливается очень ограниченное количество норм, которые, по сути, сводятся лишь к тому, что нужно раскрывать соответствующие факты. И за пределы этого дальше регулирование, собственно, не идет. Более серьезная ситуация с третьим случаем, когда у нас есть система, которая можно считать системой повышенной опасности. На следующем слайде вы увидите, из чего они примерно состоят. И также есть системы, которые признаны недопустимыми к применению на территории Европейского Союза. Тут сразу на скидку приходит на ум система, допустим, социального рейтинга. Системы, специально созданные для манипуляций, которые могут причинить вред человеку. Или системы, допустим, такие, как сейчас эксплуатируется оператором Clearview, которые собрали массу-массу миллионы фотографий без согласия людей в интернете. И на основе этих собранных фотографий создали огромную базу данных по всем этим людям, которые они потом продают правоохранительным органам. Вот такие системы будут запрещены. Их недопустимо, этически неприемлемо и юридически неприемлемо применять в Европейском Союзе. Этот запрет вступит в силу через полгода. В отличие от, допустим, систем, которые относятся к системам повышенной опасности, для которых правило вступит в силу через два года. То есть установлен двухлетний период, который, очевидно, начнет течь где-то с мая этого года, когда разработчики должны будут подготовиться. И также устанавливается требование в регламенте для перспективных, так называемых, и моделей общего назначения. Это то, что в обиходе часто называют инженеры, специалисты Broad AI, General Purpose AI. Вот такие модели, как мы видим, по типу GPT-4, GPT-5, готовящиеся к выпуску и так далее. То есть вот такого плана системы. В этом случае регулирование, опять же, тоже не такое существенное, как для систем повышенной опасности, но есть некоторые требования, допустим, проводить тестирование этих систем, раскрывать в определенной степени результаты этого тестирования, допустим, и информацию о том, на каких данных обучались системы, потому что такие системы, они могут создавать системные эффекты для общества создавать, скажем так, в долгосрочной перспективе не очень хорошо просчитываемые риски, поэтому для них установлены дополнительные требования по прозрачности. Можно следующий слайд, где, собственно, я говорю об основных категориях, что в Европейском Союзе считается системами повышенной опасности. Это, прежде всего, то, что уже является по действующим правилам секторальным, отраслевым системами, которые подлежат оценке соответствия, уже какие-то медицинские изделия и тому подобные. Если и система здесь начинает применяться, ничего не изменяется. Происходит все то, что происходило раньше, просто они в регламенте получают определенный статус. Биометрические системы для идентификации, дистанционные, распознавание эмоций. Системы, которые на критической инфраструктуре устанавливаются, понятно, масштаб рисков потенциальных, если что-то произойдет не так, на критической инфраструктуре, понятно, что эти системы должны более строго контролироваться по части их качества и всех их характеристик. Системы, которые применяются для отбора людей на учебу, на работу, потом последующим для оценки их результатов, которые они достигают в этой деятельности, а также системы, которые, допустим, платформами используются для того, чтобы распределять задачи. Допустим, таксистам и тому подобное. То, что сейчас называется гига-эконами, то, что приходит на смену существовавшим ранее бизнес-моделям, когда труд или возможность получить заработок распределяется алгоритмическим образом. Вот в этих случаях, естественно, важно понимать, что здесь все в порядке с точки зрения отсутствия дискриминации и тому подобное, поэтому системы эти считаются системами повышенной опасности. Также, если речь идет о предоставлении госуслуг, пенсии, пособий, каких-то жизненных важных услуг в частном секторе, когда, допустим, есть какой-то поставщик, который предоставляет какие-то услуги, которые его жизненно важны, и такие в частном секторе или в публичном секторе поставщики услуг используют эти системы, то такие системы тоже относятся к системам повышенной опасности для целей регламента. Также в правах, естественно, целях использования системы правоохранителями для оценки рисков рецидивизма, например, и для других ряда задач обеспечения правоохраны, такие системы тоже отнесены к этому классу, как и, естественно, системы для миграции, пограничного контроля и тому подобное. Ну и там последний класс, который туда тоже относится, это вот системы в обеспечении правосудия. Не все, опять же, не какая-то секретарская работа, а именно то, что влияет, это то, что значимо, с точки зрения принимаемых решений, а также системы, которые могут повлиять на результаты выборов и референдумов. И можно следующий слайд, и там, собственно, я говорю о том, что есть специфика, которую мы видим в европейском подходе, а именно заключается на том, что в отличие от предыдущей ситуации, когда у нас, допустим, в принципе, естественно, существовало регулирование каких-то продуктов продукции, которые создают повышенную опасность и в этой связи подвергается регулированию, но это как в индустриальную эпоху еще было создано это все регулирование. Сейчас, когда система искусственного интеллекта встраивается в процессы принятия решения, значит, многие стали отмечать и сначала в академических кругах, и в статьях, и в книгах, а потом на уровне регулирования вышел вопрос, что на самом деле источником повышенной опасности может быть не только то, что может повредить что-то здоровье, причинить какой-то материальный вред, но источником повышенной опасности можно для цели регулирования также считать и причинение риска фундаментальным конституционным правам граждан. Если есть существенные риски в этом смысле. Поэтому в этом и как бы кроится история появления вот этого приложения за списком перечней применений повышенной опасности. И, естественно, такой оптимализационный подход с точки зрения нагрузки на бизнес, который был бы вынужден, так сказать, неизбежно, потому что регулирование, оно идет, и требования неизбежно установлены были бы, но они были бы установлены на национальном уровне, что было бы неприемлемо с точки зрения политики единого рынка в Европейском Союзе. Поэтому, естественно, регламент, почему он был именно в такой форме принят, а не в форме, допустим, директивы, которая позволяла бы большую свободу к отдельным странам. То есть регламент четкий, единое правило всего Евросоюза, для того, чтобы облегчить регуляторную нагрузку, чтобы компания, которая выходила на рынок ЕС, ей не приходилось следить за 27 различными правовыми режимами по искусственному интеллекту, а можно было бы руководствоваться одним, который, собственно, у нас в виде регламента ЕС и появляется. И, опять же, очень важный момент, который часто выпускают из вида, если система уже является регулированным продуктом, в случае, допустим, с медицинскими изделиями, программным обеспечением, то разработчику в связи с вступлением в силу регламента не нужно будет что-то дублировать, усилия какие-то, документацию. Регламент предоставляет возможность оформлять все, как говорится, в одно окно, куда вы ходили, туда вы будете ходить, и то, что вы оформляли раньше, то и вы будете оформлять ничего для вас существенным образом не изменится. Можно следующий слайд? Саша, прошу прощения, у нас уже время вышло, к сожалению. Сейчас подытожить, может быть. На какой слайд? Подытожить можно сейчас. Вот этот слайд, да? Да, да. Ну, в общем, я думаю, что слайд можно будет посмотреть, в чем состоит основа требований. Но, опять же, они все разумные с точки зрения, там, качества данных, допустим, и тому подобное, установлены какие-то базовые требования, которые, ну, можно сказать, гигиенический минимум, который необходимо соблюдать именно только в случаях, если система относится к системе повышенной опасности. Это как бы основной тезис, что здесь не установят какие-то запредельные или нереальные требования, и они касаются только очень ограниченного круга систем вот в определенных направлениях, которые используются. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за очень подробный разбор. Я хотел бы теперь задать несколько вопросов всем спикерам. Александр, коллеги, надеюсь, вы остаетесь на связи онлайн. И первый вопрос, который я хотел бы задать, прошу всех из зала тоже, если есть вопросы, вас подготовить. Вопрос следующий. Он очень практический. Вот с учетом того, что мы сегодня услышали, очень разные взгляды. Вот в этом, в 2024 году, в нашей стране, что нужно сделать с точки зрения регулирования или, если хотите, развития технологий искусственного интеллекта. Кто готов начать? Анна, можно в том же порядке, как выступали? Анна, ты с нами? Да, конечно. Да. Твое мнение с точки зрения вот 2024 года, что нужно нам сделать? Вот может быть, что-нибудь одно конкретное назвать с точки зрения регулирования или вообще развития технологий искусственного интеллекта? Ну, я бы тут разделила, что называется, регулирование развития, потому что понятно, что развитие всегда поддерживает регуляторную рамку, которая создается. Я бы, наверное, сейчас, кстати, отвечая на тот вопрос, который нам задали в чате, про то, как выстраивается международная дискуссия, я бы сказала найти тот баланс между регулированием и свободой рынка, который бы позволил поддержать техническое лидерство. Потому что вот то, как выстраивается на сегодняшний день дискуссия и то, что показали Изаура и Александр, те, кто понимает, как развиваются технологии, поддерживают ее развитие, они претендуют на лидерство в формировании регуляторных подходов. Поэтому я думаю, что те инициативы, которые заложены в национальной программе и в той, которая идет на смену, существовавшей до этого программе по цифровой экономике, экономикой данных, именно тот масштаб и финансовой поддержки, он как раз позволит решать эту задачу. То есть поиск вот этого баланса, чтобы не зарегулировать, потому что понятно, что нужно найти ту оптимальную схему, когда технология работает на благо общества. Здесь, естественно, как вот и Александр показал, те подходы, которые есть в ЕС, выделять критические технологии, понимать, где наиболее негативно может быть воздействие на общество при использовании искусственного интеллекта, это будет все важно. Анна, спасибо. Евгений. Я могу прокомментировать еще. У меня один общий комментарий, другой частный. Общий, он в целом, меня как разработчик, конечно, волнует. Иногда возникают еще вот эти вот возгласы о том, что искусственный интеллект наберет рабочие места, и поэтому надо там запретить, не пущать. На самом деле, конечно, не отберет. Верей как? Сначала, может быть, отберет, но потом появится еще в два раза больше рабочих мест, вот, чтобы искусственный интеллект, или, вернее, криворукие гуманоиды с его использованием исправляли то, что вот было наделано. Потому что, на самом деле, эти технологии, конечно, существенно, еще несовершенны. Вот, а если серьезно, то, конечно, и там, недавний текущий военный конфликт показывает, что военные уже начали это использовать, эти технологии в разных аспектах. Поэтому это не остановить, и, конечно, надо в этом полноценно разбираться, и иначе можно отстать. А частный комментарий такой. Мне, как человек, который много работает с индустриальными приложениями, вот, часто возникает в качестве препятствия, что какая-нибудь крупная компания не может свои данные передать в облако. вот, и для некоторых современных технологий важны большие вычислительные мощности, которых таких компаний нет. А все это, вот такая передача данных, она регламентируется, особенно, если это компания с госучастием, регламентируется всякими там, и в том числе, госзаконами. И вот, как вот эту историю разрешить, это понятно, что не очень быстрая и простая задача, но это надо обязательно каким-то образом сделать. Там в Китае есть немного другой механизм, и у них с этим, судя по всему, понемногу попроще. Вот, вот это вот мои два комментария. Спасибо большое. Евгений Заур, если вы с нами. Ну, тогда Константин. Да, на самом деле, я бы видел несколько таких сюжетов, то есть, первое, скорее, то есть, по большому счету, все инструменты понятны, то есть, если смотреть на палитру инструментов, которые есть сейчас, она в России одна из богатейших, но мне кажется, что можно было бы до настроя, то есть, первый, это трек с регуляторными песочницами, то есть, где можно было именно тестировать какие-то даже самые смелые решения, потом уже оценивать их целесообразность, по сути, на практике. Второй трек, это, конечно, развитие рынка данных, то есть, потому что для обучения всех этих систем требуются колоссальные объемы данных, и для многих, как бы, участников рынка это может, ну, становиться таким значимым препятствием. Ну, и третий, на самом деле, скорее, это такая популяризация, то есть, если компания действительно видит, что формируется такой набор реальных практик, когда искусственный интеллект внедряется, и вполне внятно можно измерить, какие эффекты, то, в принципе, это, ну, такой ключевой стимул, наверное, к тиражированию решений, то есть, формирование какого-то именно банка решений, доступных для тиражирования с доказанным экономическим эффектом, как мне кажется, тоже, ну, могло бы стать таким катализатором для дальнейшего развития искусственного интеллекта. Спасибо. Александр. Да, спасибо. Мне кажется, вот, важным здесь следующее. Я очень поддерживаю вот, инициативу по и этике, да, но, судя по опросу, который сейчас, вот, я провожу, не всегда компании, подписав, допустим, да, какую-то инициативу или даже внутри себя, там, ее приняв в собственной, там, значит, инициативе, делают дальнейшие шаги, да, то есть, я вот по попросу вижу, что многие люди, допустим, не понимают, что лично от них требуется в компании для реализации этой инициативы, да, они говорят, мне непонятно, что от меня требуется, они говорят, что обучение, допустим, не проводится регулярно, да, то есть, вот здесь явно, здесь есть вещи, которых, ну, нужно было бы, как раз, более систематично, к которым нужно было бы подходить, да, и какой-то внедрять документальный, там, описанный, там, процесс, да, этической, правовой оценки и продуктов, и сервисов в компаниях, которые серьезно этим занимаются, и когда это какие-то риски создает значимые, да, то есть, кажется, что было бы важно, да, привлекать и экспертов соответствующих, да, и процессы определенным образом настраивать, вот, ну, и то обучение, про которое я говорил, и, значит, какие-то полномочия, да, у людей в компании, они должны быть, мне кажется, здесь есть вот область для улучшений, для всех, кто, значит, намерен, так сказать, этически подходить к разработке, там, системы искусственного интеллекта и внедрению их. Спасибо большое, ну, я от лица комиссии по этике тогда добавлю, что в этом году в нашей стране создается довольно уникальный документ, это единая книга ответов на сложные этические вопросы, называется «Белая книга по этике искусственного интеллекта», поэтому те из вас, кто сейчас будут задавать вопросы, вы можете задать в том числе какой-то этический вопрос, на который комиссия и наше сообщество уполномоченных постарается дать ответ, и он будет опубликован где-то к концу лета, начала осени, и будет переведено несколько языков, поэтому всех желающих я, безусловно, приглашаю к этой работе, а теперь хотел бы как раз перейти к общению с залом. Есть ли вопросы, адресованные спикером? Вижу, что вопросов много, прошу вас. У меня вопрос к Евгению, Искеевич Михаилу, вопрос такой, вот появилось новое направление коллективно-искусственный интернет, да, который должен прийти на смену к генеративному, насколько вы считаете это актуально? Евгений, вопрос к вам. Насколько вы считаете актуальным появление нового вида искусственного интеллекта на смену к генеративному? Я просто знаю, что Евгения сейчас очень просят перейти на другое мероприятие. Надо понимать, что генеративный И, это скорее, на мой взгляд, больше рекламная такая вещь, чем вещь. В том смысле, что эти технологии, они как были одни из технологий искусственного интеллекта, так они и остались. Просто сейчас там появились некоторые новые результаты, удалось работать с изображениями с хорошим разрешением, добавлять к этому текст. Есть первые результаты по тому, чтобы работать с видео. Но это все, конечно, больше игрушки, но эта технология можно уже адаптировать. Это делается для работы с другими типами данных. Это и чертежи, и, допустим, данные, не знаю, геологические, сейсмические, гидродинамические, физические, всякие поля погоды. То есть просто эта технология сейчас в какой-то момент получила в результате в некоторых исследованиях некий толчок и стала более активно применяться. Поэтому она на виду. Но я бы не стал ее отличать от чего-то остального. Ну, то есть, ну, да, технологии, да, сейчас появились новые приложения. Вы не поняли. Вопрос коллективный искусственный интернет это взаимодействие, да, нескольких единиц, грубо говоря, которые каждый сам по себе развивает другого. То есть единая сеть образуется. Ну, вы знаете, мне кажется, что вам вот сейчас, Евгений, если будет время, можно после, наверное, этой панели, мы уже скоро заканчиваемся, Евгений, наверное, поговорить. Евгений, если хочешь, коротко. Ну, я не совсем, может быть, точно понял вопрос, но коллективное какое-то взаимодействие генеративных моделей, ну, тоже это позволяет дополнительно это усиливать. То есть, ну, ну, то есть я хочу сказать, что, ну, это просто некое естественное развитие этого процесса позволяет решать более сложные задачи, да. И знаете, любопытное наблюдение, сейчас вот дальше передайте, пожалуйста, микрофон, любопытное наблюдение, вот Евгений, это сайентист, и то, что сейчас происходит, то, что мы с вами видим, то, что выходит в паблик, для них это не является какими-то новостями, я однократно это замечал. Публикация 30 ноября 2022 года чата GPT для многих стала определенной революцией, и она в каком-то смысле ей, наверное, является. Но про такое развитие технологий, те, кто этим занимается, они, как правило, знали уже очень давно, и просто говорили, ну вот смотрите, а мы же говорили. Это был очень показательный пример. Прошу вас, Пашка. Здравствуйте, Александр Исавнин. Подскажите, пожалуйста, вот мы говорим о стратегиях развития интеллекта в России, о ограничении и этике, которую на себя российское государство собирается возложить. Тюльканов хорошо сказал, что там, какие-то государства в Европе немножко задумались, потому что мы помним, когда у нас было регулирование персональных данных, персональные данные внезапно оказались, вот это регулирование оказалось написано так, что государства, правоохранительные органы оказались исключением из этого правила. В Европе вот немножко что-то меняется. Ваш кодекс этики написан о том, что он только для гражданского применения. А как бы, где ответственность государства, где зарегулированность нашего государства. Потому что, хороший пример, вот в середине марта, возлагавшие цветы к памятникам жертвам политрепрессии, вот тут недалеко находятся, да, были вычислены по лицу с помощью искусственного интеллекта, и там против них были примены какие-то меры. О том, как наше государство реагирует, как оно использует, мы не знаем. Собирается ли оно себя ограничивать? Собираетесь ли вы в своей белой книге что-то подобное предполагать? Потому что, опять-таки, среди подписантов вашего кодекса, хоть и есть госорганы, но МВД, ФСБ, Росгвардии нет, Департамент информационных технологий города Москвы, который у нас замечательно обеспечивает искусственным интеллектом репрессии против граждан и нарушения фундаментальных конституционных прав тоже отсутствует. Вот, пожалуйста, дорогие участники, ну, кроме Александра Тюльканова, про Европейский Союз он нам рассказал, как бы, каковы ваши действия в направлении ограничений российского государства и репрессивного применения им искусственного интеллекта. Спасибо большое. Точтите, пожалуйста, ваши вопросы. Каковы наши действия? Да, вот, как бы, у вас кодекс этики, он только, государство уходит, да, выпало из кодекса вашей этики. Что вот нам делать вместе, вам вместе делать и так далее, для того, чтобы наше государство немножко вернулось к соблюдению прав граждан, к соблюдению фундаментальных прав, как это собирается делать Европейский Союз. А то вы все о корпорациях, да, о корпорациях, да. Давайте, наверное, коллеги, если есть желающие ответить, только я все-таки перефразирую вопрос чуть корректнее. Видите ли вы возможность развития регулирования, в том числе в отношении государства, ну, чтобы в вопросе не звучал вопрос, как вы будете бороться с нарушением прав, это, ну, согласитесь, вопрос такой наводящий. Коллеги, кто готов ответить? Вопрос в юридическом плотности. Без проблем, я готов начать, если хотите, но Евгений, вижу, уже взял микрофон. Нет, микрофон у тебя, давай. Смотрите, одним из действительно самых актуальных направлений развития регулирования в сфере искусственного интеллекта является создание особой сферы норм, которые адресованы государства. Почему? Потому что сфера государственного управления является действительно достаточно чувствительной, и то, как государство использует технологии искусственного интеллекта, конечно, как правило, беспокоит граждан. Правда, судя по разным родам опросам, вот я все время, когда еще возглавлял рабочую группу в Совете Европы по европейским консультациям, каким будет будущее регулирование искусственного интеллекта, мы видели, что на самом деле от страны к стране сильно разнится подход, но действительно этот вопрос, он важный, то есть вот как государство будет это использовать. Могу сказать, что одни из первых регулирований, которые стали появляться в мире, они как раз были посвящены этому вопросу, но почти никогда они не выходили в форме какого-то закона, искусственный интеллект для госслужащих, нет. Как правило, начинались с рекомендаций, как можно, а как нельзя, и в какой сфере использовать технологии искусственного интеллекта в конкретном министерстве или, например, в целом в правительстве. Вот американцы особенно в этом поднаторели, у них достаточно много таких регуляторных актов. Но на какое-то комплексное прям вот регулирование практически ни в одной стране мира до сих пор не вышли. И моя гипотеза, почему это происходит, она в том, что проблема регулирования конкретно для госслужбы мало чем отличается от общей проблемы регулирования искусственного интеллекта. В чем она заключается? Дело в том, что право достаточно инертный механизм, он следует за определенными общественными отношениями и нужно некоторое время, чтобы принять хороший качественный извешенный закон. Например, истоки AI-экта уходят в 2013 год, когда были выданы первые гранты на исследование этических и правовых проблем робототехники, не искусственного интеллекта, а робототехники. Консорциум университетов провел исследования по робототехнике, потом стал в этот момент активно развиваться искусственный интеллект, эти наработки были переиспользованы для исследований теперь уже про их проблем искусственного интеллекта. Если вы посмотрите историю этих исследований в Европе, вот этому документу на 468 страниц предшествовало, я не знаю, 3-4 грузовика различных исследований, я имею в виду бумаги. То есть вы видите, что право очень тяжело подобраться к сложным технологиям. А теперь посмотрите на искусственный интеллект. Я уже говорил вам, 30 ноября позапрошлого года появляется чат GPT, который радикально меняет технологическую парадигму и то, как мы пользуемся искусственным интеллектом. То есть вы видите скорость? И если раньше, условно, для принятия закона вполне там хватало нескольких лет, и это было даже быстро, то сейчас ни в одной стране мира не успевает за технологическими изменениями. Это моя гипотеза, почему мы пока нигде не имеем закона про искусственный интеллект. Единого. Вот вы видите европейские регулирования, вы видите схожий АИДа, это акт в Канаде, а дальше ведь нигде нет. Бразильцы в декабре еще позапрошлого года забуксовали с принятием. И вот причина в этом, лично мое мнение, сейчас коллеги, может быть, дополнят, в том, что скорость, применяются другие инструменты. Какие это инструменты? Ну, во-первых, регуляторные песочницы. Относительно быстро их во многих странах принимать можно. Во-вторых, этика. Я часто слышу некоторые скепсисы, вот в чате был вопрос, что этика, это же необязательные нормы, что вообще про них говорить. Ну, с одной стороны, вы безусловно правы, да, с другой стороны, я хочу вам привести пример. Здесь ведь нет клонированных людей, никто из пробирки не родился. А знаете почему? Дело в том, что в 60-70-е годы активно развивалась технология клонирования ДНК, сексиклинирования ДНК. А регулирования не было. Базовое регулирование на уровне ОН это 2005 год. В 75-м году ведущие генетики собрались и этически договорились, как быть по отношению к этой технологии. И таких историй, когда этика начинала доминировать над законом и была основным регулятором, достаточно много, в том числе в тонких сферах вроде биомеда. В случае с искусственным интеллектом мы видим очень похожий инструмент. Вот зайдите на сайт правительства Австралии, Англии, вы увидите раздел этика искусственного интеллекта в нашей стране. И этика стала не просто там саморегулированием каких-то нескольких компаний. Нет. Это, как правило, инструмент, в рамках которого государство договаривается с академией и с различного рода разработчиками, а также с теми, кто внедряет искусственный интеллект, о том, что вот правила пока такие. Да, это не федеральный закон с его ответственностью, но и это не полное отсутствие чего-либо. Это некоторые правила игры. Знаете, Курчатовские дорожки. Мне вот коллеги подсказали прекрасную аналогию. Когда строилась НИИ, Курчатов сказал, дорожки не бетонируем. Сначала люди пройдут по ним, и вот где они проложат дорогу, вот туда бетон и кладите. В этом смысле этика в сфере искусственного интеллекта как раз является таким инструментом бетонирования того, что произойдет дальше. Впрочем, повторюсь, есть разные подходы. Вот европейский подход, он скорее сразу про то, чтобы проложить, мне кажется, не тропинку, а такую магистраль гигантскую. В ту ли сторону посмотрим, уникальный точка, мы не знаем. Вот коллеги, я максимально подробно ответил на этот вопрос. Если кто-то хочет дополнить, пожалуйста. У меня очень краткий комментарий, там разработчики упоминались. Но разработчики, все, что они могут, такие вот пространные юридические комментарии, вот, а я могу только сказать, что вот этика требует, чтобы там, значит, выборка была репрезентативной, чтобы там все minorities были представлены, чтобы модель нужным образом получилась и так далее. Вот разработчики на это могут ответить, что мы можем делать инструменты, но это делается как исследование, так и инструменты, которые могут проверять модели на вот эту непредвзятость и так далее. Вот, вот этот ответ разработчиков. Хорошо. Коллеги, кто на онлайн, готовы прокомментировать? Андрей, давай подержу. В вопросе, который связан с государственным регулированием и с участием государственных органов, я бы, наверное, ответила следующим образом. У нас в комиссии, вот на сегодняшний день, из федеральных органов государственной власти 41 подписан. И я думаю, что это было бы очень наивно ожидать каких-то революционных шагов, когда, в принципе, все регулированное в сфере искусственного интеллекта идет достаточно эволюционным путем. То есть понятно, что диалог в этой связи идет, а вопрос скорости этого диалога, ну, нам здесь уже достаточно сложно комментировать. То, что государственные институты подключаются к этому процессу, это факт. Тот пример, который Андрей привел в части того, как решается этот вопрос, в том числе в США, да, они были одни из первых, кто принял именно рекомендации и принципы, к которым уже потом в последовательном присоединялись отдельные федеральные власти в этой стране. Плюс важно тоже учитывать, что кто-то идет централизованно в решении этого вопроса, кто-то более секторально. Например, в той же Германии там вопрос регулирования искусственного интеллекта, он решается, скажем так, по секторальному признаку, то есть первыми в этот процесс включились те, кто занимается проблемами развития транспорта. То есть у каждой страны какой-то свой путь, и мы должны тоже учитывать те традиции, скажем так, скажем так, в развитии, как складывается наша российская практика в развитии любых дискуссий вокруг новых технологий. То, что процесс идет в части работы с государственным органом, это очевидно. Спасибо. Спасибо, Анна. Коллеги, еще вопросы из зала, пожалуйста, есть? Прошу вас. Берите микрофон, пожалуйста. У меня тоже вопрос, коллеги. А, можно так, постараюсь коротко к Евгению об исходных данных. Нет ли риска, наверное, в среднесрочной и дальнесрочной перспективе, что при массовом использовании таких систем, как JDPT, вот в прикладных лобостях, высокую науку оставим в стороне, что мы будем получать исходные данные, генерить новые данные, которые уже являются второй или третий производной от того, что мы обработали искусственным интеллектом. Не наступит ли такой некий конец и стоя для больших данных? Не перестанем ли мы создавать что-то новое? Ну, в прикладном плане. это такой вопрос дискуссионный, на самом деле, я бы сказал, чуть больше философский, ведь на самом деле мы в такой ситуации уже живем, в Яндекс.Пробке. Ну, правда, но Яндекс.Пробке, они прогнозируют пробки. Мы следуем этому прогнозу и влияем на пробочную ситуацию. Но вроде ничего так работает. Ну, то есть, конечно, это все-таки некая предельная ситуация, а в целом она гораздо более широкая на практике. И надо понимать, что эти языковые модели, раз мы про них говорим, они учатся в первую очередь на текстах на естественном языке, а не на том, что сами же эти языковые модели сгенерировали. Конечно, если они используются в вопросно-ответных системах, взаимодействуют с пользователем, потом это записывается куда-то. Но здесь, как обычно, ответственность на разработчик в том смысле, что он должен что-то релевантное, что-то хорошего качества в некотором смысле отфильтровать, а все остальное выкинуть. Конечно, если это будет делаться плохо, ну и потом мы увидим, что и работает плохо. В конечном итоге все равно мы с этим взаимодействуем, мы скажем, что нам услуга предоставляется некачественная. Вот и все. С пробками примерно то же самое. Если там что-то спрогнозировалось, а там пробка есть, а мы туда едем, мы потом уже соответствующим образом на это приложение реагируем. Спасибо большое. Ваш вопрос. Здравствуйте, Алексей Мурзов. Смотрите, ой, так, потише сделайте. А, смотрите, вопрос такой. Отличие искусственного интеллекта от любой другой системы, которую можно было запихивать в песочнице и как-то там тестировать, это в том, что система обучается. Чем чаще ты ее применяешь, тем она лучше работает. Нет ли риска, что помещая такую систему в песочницу, что она может вообще не выйти или работать крайне некорректно и не поступить, так сказать, в продакшн. Поэтому такое регулирование может негативно сказаться на дальнейшем развитии какой-то определенной системы в целом. То есть может затормозить прогресс и развитие. Может быть лучше действительно отказаться в каких-то вещах от регулирования и воспользоваться саморегулированием, чтобы система гораздо быстрее набралась опыта, скажем так, по-человечески опыта и быстрее вошла в продакшн. Вы же ребенка сначала отдаете в ясли, детский сад, школу, так и здесь. Сначала песочница, потом уже внешняя жизнь. Ну да, то есть надо постепенно. Но, конечно, излишнее регулирование, я с самого начала про это говорил, тоже не очень хорошо. То есть некий баланс нужен. Я вот хотел бы продолжить этот вопрос. У нас в чате задали вопрос. А как Россия обеспечит лидерство в области контроля над ИИ? И учитывая, что вот я бы предложил сначала обеспечить лидерство в ИИ, а потом уже чтобы было что контролировать и обеспечить лидерство. Евгений, понятна позиция. Коллеги, есть мнение, кто у нас онлайн? Может быть, вы захотите константингу сказать? По коллеге, что вы идете. И тем не менее. Окей. Вопрос открытый. Видите, как сложно обеспечить контроль над ИИ? Действительно, в условиях... Я бы поддержал Евгения. Да. Действительно, нужно сначала обеспечить лидерство, поддержку развития технологий, потому что это важнейший вопрос. Спасибо. Да, когда там один рабочий, 10 менеджеров. Да, мне кажется, что действительно, что то, о чем сказал Евгений, что если мы, условно говоря, сформируем научные заделы и, соответственно, второй сюжет это именно стандарты регулирования, то есть там, где мы можем участвовать именно в формировании каких-то правил игры, ну и таким образом, через несколько ступенек, ну действительно, мы можем прийти к тому, о чем вы говорите. Спасибо. И последний вопрос, мы на этом завершаем, извините, пожалуйста, нас сейчас выгонят просто из зала, я прошу прощения. Да, добрый день. Вопрос к Алексею. Скажите, пожалуйста, все-таки искусственный интеллект это объект или субъект? И какое вот именно, какая позиция сегодня складывается отношение к этому ие, объекту или субъекту, поскольку действительно есть разные такие мнения? Спасибо. Объект или... Вы кому адресовали? Вам. Мне? Я очень коротко отвечу. Безусловно, это объект. Вопрос правосубъектности искусственного интеллекта практически ни в одной стране мира всерьез не обсуждается. Эстонцы попытались наделить правосубъектностью искусственный интеллект. Это было в 2019 году, закончилось ничем. Коллеги, я хотел бы... Спасибо большое за ваш вопрос. Извините, ради бога, понимаю, что есть много вопросов, но нам сказали, что из зала просто нужно выйти. Поэтому я хотел бы задать последний вопрос всем, кто здесь присутствует, и ответить на него очень коротко. Я задаю его уже последовательно много лет. Скажите, пожалуйста, коллеги, по вашему мнению, когда нам ожидать появления сильного искусственного интеллекта? Назовите срок или ответ никогда. Евгений. Ну, это процесс эволюции, он бесконечен. Срок. Ну, нету срока. Нет. Прерывно. Ну, то есть сейчас уже есть какая-то следующая веха будет через несколько лет. Ну, потом еще... То есть, если мы сейчас... Давайте сначала определим, что такое АГИ. Но если мы хотим сделать некую систему, которая решает большое количество задач и с ними уже взаимодействует, ну, может быть, несколько десятков лет прям действительно что-нибудь такое появится. Константин. Я полностью согласен, потому что, то есть, ключевой вопрос с определением. То есть, я думаю, что для начала нам надо договориться, что такое искусственный интеллект, потому что сейчас сколько людей, столько и мнений. То есть, приводятся какие-то попытки это определить. Но аналогично с сильным искусственным интеллектом. Но в любом случае это точно не ближайшие 5-10 лет, то есть, это более отдаленный горизонт. Спасибо. Анна. Александр. Не в нашей жизни. Я с Евгением согласен. Будет какой-то поэтапный прогресс, но не более того. Я бы тоже здесь поддержала коллег, потому что ясно, что этот процесс будет быстрый, эволюционный, но точно не на горизонте нашей жизни, 50-60 лет. Спасибо большое. Друзья, спасибо всем, кто принимал участие в этой дискуссии. Давайте поблагодарим спикеров, аплодисментов. Они сделали прекрасное выступление. Спасибо.